Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые студенты! Тема нашей небольшой сегодня видеолекции – Казахско-джунгарские войны. Тема казахско-джунгарских войн является трагической в истории казахского народа, в истории Казахстана. Дело в том, что этот период 17-го и 1-е, 3-е, 18-го века связан с постоянными нашествиями, вторжениями воинственных западно-монгольских племен, вот я показываю на карте, которые получили название в литературе джунгары. Итак, эти племена западно-монгольских племен создали в 1635 году к востоку от казахского ханства свое государственное образование – джунгарское ханство. Во главе стояли правители хунтайши, следовательно, была единая войска и единый правитель. В основе хозяйства этих западно-монгольских племен кочевое скотоводство, поэтому джунгарам необходимы были новые территории, новые пастбища, новые ресурсы. Джунгары вторгались в казахские земли, угоняли пленных, жестоко убивали людей, захватывали пастбища, угоняли скот. И такие нападения продолжались на протяжении 17-го и 1-й, 3-й, 18-го века. Кроме этого, часть вайранских племен откачевала через территорию казахского ханства, заболу, и создала здесь свое калмыцкое ханство. Таким образом, с двух сторон в казахское ханство вторгались воинственные качельники. Запада это калмыкия, а с востока крупное, сильное, единое джунгарское ханство. Войны казахов джунгарами проходили с переменным успехом, но все-таки преимущество было на стороне джунгара. Так, например, только в 1680 году были захвачены торговые города, перерезаны торговые пути. Отдельные казахские ханы давали отпор воинственным джунгарам, отбрасывали их от границ казахского ханства. Так, например, прославился хан Джунгир, который разгромил превосходящие силы врага в Орбулагской битве в 1643 году. У него было всего 600 воинов, но он дал отпор врагу во много десятков раз превосходящих его по силам. Но все-таки джунгары в целом имели преимущество и пользовались им. Дело в том, что в тот период казахское ханство было, фактически, часто делилось на три ханства, на три жуза. И это очень сильно озлобляло единство казахского народа. Вот вы видите памятную плиту, установленную в честь победы в Орбулагской битве. В отрогах хребта Алтын-Ебель в Южном Казахстане. Что же способствовало успеху джунгар, успеху их экспансии, то есть вторжению, захвату, порабощению казахских земель? Первое. Это разгромленность казахского ханства на жузы. Соответственно, у казахов отсутствовало единое войско, единый полководец. Это дополнялось частыми феодальными распрями, внутреправящими, верхушками. Была еще одна внешняя причина. Это давление на джунгарское ханство со стороны Цинской империи, состок. Воинственные джунгары умудрялись споргаться даже в пределах Цинской империи, уже тогда многомиллионные. Но все-таки Китай оказывала им давление, и джунгары перемещались. Вот здесь видите, на карте обозначены акварадские русы. Вот она, собственно, здесь, джунгары. Джунгары перемещались под давлением Цинской империи в западном направлении. Они вторгались на территорию среднего жуза, старшего жуза, и производили свои обустошения, жестокие нападения. Ну, а с запада вторгались калмыкии, и этим самым положение казахского ханства осложнялось. Правда, в 1680 году ханом стал знаменитый Тауке. При нем были приняты законы, джунгары, укрепилась центральная власть. Ханство объединилось фактически, и сразу же враги отступили. Годы правления хана Тауке, 1680-1615 годы, отмечены относителем спокойствия в жизни народа, в жизни казахского ханства. И даже казахский народ сложил пословицу, смысл которой сводится к следующему, что настолько хорошо и спокойно было жить в ханском казахском, объединенном, сильном, что ласточки били гнезда, свои гнезда на спинах овец. Однако, с ослаблением ханской власти, воинственные соседние ханства и воинственные качевые народы, вновь начинают усиливать свой нацист. И главная угроза, опять-таки, с востока, это джунгарское ханство. Джунгары постепенно захватывали все новые и новые территории, продвигаясь вглубь казахских качевиков. И о их продвижении вглубь казахских земель свидетельствуют памятники. И даже на территории Карагандинской области, к востоку от Караганды, в высот 240 километрах, сохранятся памятники эпохи казахско-джунгарских войн, так называемый Казалкенский дворец, где, по-видимому, останавливались, проходили джунгарские отряды. В Кенских горах, в востоку от Караганды, они, видимо, пережидая трудной зимы, и, возможно, боились своих лошадей, и вновь перегруппировались и нападали на казахов. Этот памятник был реставрирован уже в постсоветский период. В начале XVIII века положение казахского ханства осложнилось. После смерти Тауки хана ханство вновь разделилось, казахское ханство, на три территории, на три жуза. Вспыхнули сепаратические настроения, то есть стремление к отделению, к возвышению денег казахских султанов. С юга нападали воинственные средиазиатские ханства на казахов. Из-за Сардали набеги совершали кочевой народ Каракалпаки, тюркский народ, северо башкиры, северо-западо-яйские казаки, калмыки, джунгары и казахское ханство Корбой оказалось в начале XVIII века в окружении воинственных этих ханств и народов. Но главная угроза, пожалуй, укрыла, значит, находилась со стороны джунгарского ханства, которое к этому времени уже имело гнестрельное оружие, и даже пушки появились у джунгара. А дальше происходит следующее. В 1722 году джунгары заключили договор с Цинской империей, обезопасили свои восточные границы и всей мощью обрушились внезапно на Казахов. Начались годы Великого Бедствия. Замечательный казахский ученый, этнограф и историк начала XX века Шакалин Кудабердиев в работе «Родословная тюрка» в казахских ханах описывает это время и говорит о том, что это время в народе стало называться «Ахтабан Шуронда» «Алкакюем Сумама». Смысл вот этой фразы в том, что народ бежал до тех пор, скитался от врагов, пока не забелели подошву, то есть пока не протерлась обувь. И без чувств свалился, упал без сил вокруг озера, без неможения, спасаясь от врага. «Алкакюем Сумама». И эти годы Великого Бедствия принесли следующие потери казахскому ханству. Мы смотрим сюда. Потери этнической территории. Казахи среднего и старшего жуза бежали со своих качелей, перемешались роды и племена. Гибель, по данным казахстанских авторов, две трети народа, страшная цифра. Разграбление городов на юге Казахстана. Вновь были перерезаны торговые пути. Соответственно, прекратилась торговля. Враги угоняли скот, убивали людей. И ко всему этому добавился джун. Вот каким образом отозвалось страшное нашествие на жизнь казахского ханства и народа. И именно в те годы, пишет Шикарин Кудриверди, была сложена горестная песня о Елемае, о мой народ, где происходит вот это страшное родение. Что же происходит дальше? А дальше батыры возглавили, повели народ к борьбе, стали объединять народ, призывать султанов и ханов к единству. И фактически возглавили вот этот порыв, стремление к освободительной борьбе казахского народа. И в казахской земле было немало батыров, самые известные, Каванбай, Бугинбай, Жасыбайбатыр, а еще были Алжеваль, Шакшак и многие другие батыры, которые в разных местах степи поднимали народ к освободителю борьбу. В итоге, вот мы видим стелу, которая находится в районе Бая-Могула и установлена в честь одного из батыров, Жасыбаябатыра, его род. Вот, годы его жизни, он погиб в борьбе за джунгарскими захватчиками. А вот могила одного из батыров в окрестнице Каркаралы, в Сен-Кибайбатыр, также памятный камень, то есть будет о борьбе батыра. В нашей области даже сохранились остатки оборонительных сооружений. Например, в районе Каркаралы сохранилось остатки так называемого Каумыцкого вала, предположительно, памятника 16-17 веков. Вероятно, было какое-то заградительное сооружение от конницы, от набегов врагов. Ну, а дальше происходит следующее. Было создано все-таки единое казахское ополчение, и возглавил его хан младшего жуза Абулхаил. И сразу же первые успехи не заставили себя ждать. В 1723-1724 годах были освобождены города Ташкент и Туркестан. А в 1726 году в битве при Буланты джунгары были разбиты. Народ почувствовал свою силу в единстве. Ну, решающая битва была впереди. И в 1729-м, а по другим данным, в 1730-м году состоялась решающая Анаракайская битва к юго-востоку от Балхаша. И в честь этой битвы, блистательной победы казахского ополчения, недалеко от Алматы, установлена Стелла. Шакарин Калибердиев описывает, что в этой битве проявился талант молодого воина Абли Мансура, будущим известного хана Аблая, который сразил жунгарского батыра Чарыша, отрубил ему голову. И казахи с подушевлением бросились на врага, стали его теснить. Битва продолжалась, по-видимому, не один день. Фактически враги были разбиты. Казалось, еще немного, еще один напор, и враг перестанет существовать. Осталось казахам, умолиться Бухаирам, преследовать врага в его логове, захватить его знамена, стяги, схватить его военачальников и ворваться к нему в джунгарское ханство. Джунгары стали отходить. И тут происходит горестное такое событие, которое несколько повлияло, даже очень сильно повлияло на результаты вот этой битвы. Внезапно, когда битва еще не была окончательно завершена, умирает престарелый хан Булат. Нужно вымирать нового хана. Безусловно, хан Абулхаир думает, что его утвердят главным ханом. Однако, представители знати не утверждают его ханом. В результате Булхайр, оскорбившись такому решению, забирает свою дружину, свои войска и откачевывает к себе младший жуз. Вместе с ним уходит с поля боя, еще не закончившегося, хан среднего жуза Семике, вместе со своими воинами. Казахское ополчение было существенно ослаблено. Джунгары отошли к озеру Алаколь, подлечили свои раны. Сейчас я покажу вам карту. Вот сюда отошли к озеру Алаколь. Собрали новые силы и снова брушились на казахов. Старший жуз признал зависимость и стал выплачивать дань. В зависимости от Джунгара. Таким образом, победа была невольно упущена. Победа в этой битве. Вот такие тяжелые события отражены в народном эдосе, в песне «Елимай» и в годах Великого Бедствия, когда народ бежал, спасаясь от врагов. В то же время, эти годы не прошли даром. Народ объединился. Совместная борьба его сплотила. Жузы объединились. Было создано единое казацкое ополчение. Но после вот этих сложных событий часть казацкой знати стала искать себе союзника на долговременной основе. И во главе с Абулхаиром часть знати обратилась к соседнему сильному государству российскому с предложением о вступлении в его подданство. Вот такие события знаменовали собой первые десятилетия 18 века. Период борьбы с Джунгарами. Ну а сейчас наши студенты, которые летом побывали на перевале Жасовой Аблатыры и прослушали эту лекцию на перевале и зададут сейчас вам вопросы, посвященные эпохе казацко-джунгарской. Здравствуйте, дорогие первокурсники. У меня к вам вопрос. Да, Асель Турар, студентка второго курса. У меня к вам вопрос. Что являлось главной причиной джунгарских экспансий на казацкие земли в начале 18 века? Вот первый вопрос, который задает студентка Дурара-Сель. Сейчас будет следующий вопрос. Я думаю, покажите ли вам вопрос. Так, пожалуйста, Аделя Бедова, одна из лучших студентов первого курса. Мы уже второго задел. Главный вопрос на коне. В каком направлении джунгары расширяли свою экспансию? В каком авиографическом виде? Хорошо, может, тебе еще хотите вопрос добавить? Да, и почему джунгарская альянска стремилась захватить казацкие территории? Очень легкий вопрос совершенно. А как будет отвечать? Отвечать будет девушка на третьем ряду крайняя справа. А вот с темными, которые вы сами? Да. Ну вот, я получил еще один вопрос. И еще парочка вопросов зададут. С заседания исторического кружка. С заседания исторического кружка. Мой курс интерн. Значелка истории участвует в заседании исторического кружка. Ардак Налуанова. Шестой курс интерн. Так, слушаем. Уважаемые первокурсники, вопрос. Почему казахи, мудрогоси, одержали победу при битвах при Голанды и Аннакае? Отвечает студентка, сидящая на первом ряду справа. А, прямо в ряду, да? Да. Это вы себе. Мы получили еще один вопрос. Интерн. Курса. Хирург. Хорошо. И, наконец, Антон Пизданов, студент уже 7-го интерн курса. Хирург опытный, известный уже участник многих походов и, значит, задает вам вопрос по теме данного занятия. Привет, студенты. Вопрос. Какое самое отрицательное последствие джунгарского нашествия для казахских земель вы можете назвать? Ну, для нашей истории. Самое отрицательное последствие для нашей истории. Я думаю, если вы внимательно слушали наше небольшое введение, все вы ответите. И, наконец, вопрос преподавателя. Как же это сейчас? Ответите. Ну, что на этом маленькая наша... И сейчас последний вопрос задаст вам известный преподаватель эконом-теории нашей казахеры Бахы Баяновна Рызбекова. Участник многих заседаний, кружка, поездок, походов всевозможных. И на фоне КСССР, в честь же Сабай Батыра, она задает вам вопрос Бахы Баяновна. Здравствуйте, Валерия, студенты. Я хотела бы задать такой вопрос, связанный с экономикой. Как повлияло джунгарское нашествие на экономику казахского ханства? И почему? И почему? Хорошо. Поняли вы? Затем на основе. А вот вы должны обосновать ответ. Ну что ж, вы услышали вопрос и студентов, и преподавателей. Я думаю, вы подумаете над этими вопросами. А мне осталось представить вам литературу, которая была использована нами при подготовке к этой небольшой лекции. Фотографии, использованные как авторские, так и взятые из интернета. Шакарин Кудайберди, правословный отилков, Мухаммеджан Тенешпаев, История казахского народа, Джамбул Артагбаев, История Казахстана, Кан, История Казахстана, Казахстанские ученые современные. Вот такие пособия и учебники. Ну что ж, всего вам наилучшего. Любите историю Казахстана. Она очень богата и интересна.